Апрельский переворот 1978 года или Саурская революция. Инцидентом, послужившим толчком к коммунистическому перевороту, стало убийство при весьма загадочных обстоятельствах одного из основателей НДПА Мир Акбара Хайбара. По одной версии, выдвинутой после прихода к власти сторонников фракции Парчам, он был устранен людьми Халька во главе с Хафизулой Амином. Вторая версия сводится к тому, что убийство было дел рук будущего главы афганских секретных служб Мухаммеда Наджибулы. При пособничестве секретных служб СССР. Следствием этого убийства стали участившиеся выступления коммунистов и свержения Дауда. Хотя этот захват власти, судя по всему, был спланирован заранее. Глава Халька Амин особенно тесно, связанный с военными кругами, первоначально намечал государственный переворот на апрель 1980 года. Сущностью, характерной особенностью внедрения коммунизма в Афганистане, было то, что он принял на вооружение методы, опробованные в Испании и с успехом, использованные впоследствии в странах так называемой народной демократии. А именно, проникновение в правящие круги, подрывная деятельность в армии и высших эшелонах власти, потом насильственный захват власти, как это было и сделано в апреле 1978 года. Государственный переворот получил название Апрельской или Саурской революции, что в переводе означает «революция быка». Отстранение от власти коммунистов и убийство. Мир Акбара Хайбара ускорили приготовление, множились и расширялись выступления коммунистов. Дауд приказал арестовать главных коммунистических лидеров или же взять у них подписку о невыезде. Амин, содержавшийся под домашним арестом, сумел склонить на свою сторону полицейских, судя по всему, членов НДПА, которым было поручено следить за его домом. И таким образом ему удалось организовать государственный переворот, не выходя за пределы своего жилища. Президентский дворец был взят приступом с применением танков и самолетов 27 апреля 1978 года. Дауд, его семейство и президентская гвардия отказались сдаться. На следующий день он сам и 17 членов его семьи были убиты. Начиная с апреля 29 года среди военных, не принадлежавших к Компартии, была проведена первая чистка, результатом которой было 3000 жертв, а репрессии против сторонников старого режима унесли 10 тысяч жизней. От 14 до 20 тысяч человек были брошены в тюрьмы по политическим мотивам. Итак, о создании нового правительства во главе с Нур-Мухаммедом Тараки было объявлено 30 апреля. Тараки, принадлежавший к группировке Хальк, стал президентом Демократической Республики Афганистан. Барак Кармалис фракции Парчам вице-президентом и вице-премьер-министром Аха Физула Амин из Халька получил посты второго вице-президента и министра иностранных дел. Советский Союз был первым государством, признавшим новое правительство. Между двумя странами был подписан договор о взаимопомощи и сотрудничестве. Тараки объявил о проведении реформы, которые, по мнению всех обозревателей и очевидцев, разрушали традиционные устои афганского общества. Были отменены крестьянские долги и упразднена залоговая плата за землю. Школьное обучение стало обязательным для всех. Была развернута антирелигиозная пропагандистская кампания. Тараки был провозглашен вождем и отцом апрельской революции. Однако реформы вызвали недовольство. Первые восстания были подняты уже в июле 1978 года в Асмаре на юге и востоке Афганистана. Политическое насилие стало неотъемлемой частью повседневной жизни общества. 14 февраля 1979 года американский посол Адольф Дабс был похищен маоистской группировкой Сетем и Мили. Они требовали освобождения одного из своих главарей Борудима Бахеса. К тому времени, правда, уже казненного афганскими службами безопасности, не пренебрегавшими советами своих советских коллег. АГСА, афганские службы безопасности, вмешались в это дело, убив как американского посла, так и его похитителей. По мнению исследователей, есть основания подозревать, что эта операция была направлена на то, чтобы скомпрометировать дипломатическое положение режима Таракии. В любом случае, ни одного очевидца захвата заложников живых не осталось. В это же время коммунистическое правительство развязало широкую антирелигиозную кампанию. В общественных местах сжигали Коран, арестовывали и зверски убивали имамов. Так, в клане Маджадедди, одном из весьма влиятельных религиозных кланов шиитского толка, в ночь на 6 января 79 года были убиты все мужчины. 130 человек было убито за одну ночь. Отправление религиозных обрядов было запрещено для всех конфессий, включая небольшую еврейскую общину, насчитывающую 5000 верующих, которые жили в основном в Кабуле и Герате. Впоследствии они нашли убежище в Израиле. А Мадеж тем временем ширился, принимал все новые и новые формы, хотя и без централизованной организации. Сначала он охватил города, потом сельскую местность. Каждый клан и каждая этническая группа в соответствии со своими традициями постепенно вливалась в единый поток повстанческого движения. В сопротивлении участвовало множество группировок, поддерживающих постоянные контакты с населением. Главное, что связывало их воедину, был ислам. Оказавшись перед лицом поголовного отказа смириться с захватом власти, афганские коммунисты с помощью своих советских советников стали прибегать к террору. В марте 79-го года деревня Керала стала афганским Ародур-Сюрглан. Отсылка. Это поселок во Франции, уничтоженный полностью вместе с жителями в 44-м году нацистами. Итак, 1700 человек, взрослых и детей было согнано на площадь и расстреляно в упор. Мертвые и раненые с помощью бульдозера были погребены в перемешку в трех общих могилах. Все это касалось мужского населения. До смерти перепуганные женщины еще долго видели, как колыхались, вздымались холмиками места погребения, как заживо погребенные пытались выбраться наружу. А потом ничего, тишина. Матери и вдовы все как одна бежали в Пакистан, и эти продавшиеся китайско-американским империалистам контрреволюционные феодалки в своих жалких беженских хлопах с ужасом рассказывали о том, что довелось им пережить. С 79-го года афганские коммунисты стали просить у Советского Союза помощи. Сначала скромной, а потом все больше и больше. В марте 79-го года вылетевшие с территории Советского Союза самолеты провели бомбардировку только что захваченного силами повстанцев города Герат, оказавшего сопротивление коммунистической власти. В результате бомбардировок и последующих репрессий после ввода армии, которой было приказано провести зачистку мятежного города, погибли согласно разным источникам от 5 до 25 тысяч человек из 200-тысячного населения города. К сожалению, свидетельств о размахе репрессий не осталось. Тем временем, мятеж распространялся по стране, и коммунистам вновь пришлось обратиться к Советскому Союзу за помощью, которая с готовностью была оказана. Оборудование особого назначения на сумму 53 миллиона рублей, в том числе 140 дальнобойных орудий, 90 бронетранспортеров, 48 тысяч единиц стрелкового оружия, 1000 единиц гранатометов и 680 единиц авиационных бомб. Были отправлены в качестве первоочередной помощи Советским Союзам. Также было поставлено 100 цистерн с зажигательной смесью, 150 ящиков снарядов. Советский Союз также был вынужден извиниться, что не смог удовлетворить просьбу афганцев и поставить бомбы, начиненные токсичным газом, а также направить пилотов для вертолетных экипажей. Тем временем, в Кабуле царил террор. Расположенная в восточной части города тюрьма поле Чарки была превращена в настоящий концентрационный лагерь. Начальник тюрьмы Саед Абдула пояснял заключенным, вы попали сюда, чтобы мы превратили вас в отбросы. Пытки вошли в повседневную реальность. Высшей мерой тюремного наказания стало погребение заживо в выгребной яме. В ряде случаев заключенных казнили по сотню за ночь, а мертвых и корчащихся в агонии закапывали живьем с помощью бульдозеров. Так вновь были применены старые добрые сталинские приемы, уже зарекомендовавшие себя в борьбе против неугодных власти. В частности, 15 августа 1979 года по подозрению в поддержке повстанческого движения были арестованы 300 человек, принадлежавших к хазарской этнической группе. 150 из них были погребены заживо с помощью бульдозеров, а остальных облили бензином и сожгли заживо. В сентябре 1979 года сами тюремные власти признавали, что было уничтожено 12 тысяч заключенных, а начальник тюрьмы Поли Чакри обращался к населению с такими словами «Мы намерены оставить в живых только один миллион афганцев, этого вполне хватит, чтобы построить социализм». Пока Афганистан постепенно превращался в тюрьму, НДПА по-прежнему раздирались стычки между сторонниками группировок «Хальк» и «Парчам». Преимущества были явно на стороне фракции «Хальк». Сторонников «Парчама» отправили по посольствам восточных стран. Их лидера Бабрака Кармаля, который был агентом КГБ, по настоятельной просьбе Советского Союза, сослали в Чехословакию. 10 сентября 1979 года премьер-министром и генеральным секретарем НДПА становится Амин. Он устраняет потенциальных противников, организовав убийство тараки. По официальной версии, последний умер впоследствии продолжительной болезни, возвращаясь из поездки в СССР. Многие обозреватели отмечали в Афганистане присутствие 5000 советских консультантов, в том числе начальника генерального штаба сухопутных войск СССР генерал-полковника Ивана Григорьевича Павловского. Немногим более года спустя итог коммунистического переворота оказался прямо-таки устрашающимся. Шах Базгар, автор книги о событиях в Афганистане, пишет, Сам Бабрак Кармаль признал, что в результате чисток, проведенных его предшественниками Тараки и Амином, погибло 15 тысяч человек, хотя на самом деле жертв было не менее 40 тысяч. Среди них, увы, в каторжной тюрьме Поле Чарки бесследно исчезли два моих двоюродных брата по материнской линии. Один из них, Силаб Софей, был писателем, чьи произведения читали по радио и на телевидении. Я опитал к нему глубочайшее почтение. Другой мой кузен, его родной брат, был учителем. То есть была обезглавлена вся элита страны, те немногие, кому удалось уцелеть, свидетельствуют о злодеяниях коммунистов. Отворялись двери камер и солдаты со списками в руках выкрикивали имена узников. Те поднимались. Несколько мгновений спустя раздавался треск автоматов. Стоит отметить, что названное выше число жертв относится только к событиям в Кабуле и других крупных городах страны. Расправы в провинции, где коммунисты наводили порядок с помощью террора, пытаясь подавить любые формы сопротивления, а также отдельные бомбардировки деревень стоили жизни почти ста тысячам человек. Число спасшихся от резни афганских беженцев по экспертным оценкам перевалило за полмиллиона человек.